Теплицы из поликарбоната. Долговечные, удобные в установке, хорошо поддерживают микроклимат, не нуждаются в демонтаже на зиму. В комплекте крепеж, двери, фурнитура и форточки для проветривания. Предоставляем помощь в монтаже. Все модели и размеры на сайте Агро Дефис Теплица Биуай. Звоните! Женщина любимая моя! Как говорят, музыка у них исходит от души, а слова из сердца. Сегодня в преддверии 8 марта, в этот прекрасный солнечный день, в замечательном заведении Сити-центр свое мероприятие отмечает отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста, учреждение, территориальный центр социального обслуживания населения. В этом году не совсем обычное поздравление, потому что не женщины поздравляют женщин, а мужская часть нашего отделения подготовили грандиозный концерт, привлекли своих друзей, замечательных певцов и знаменитых людей нашего города для того, чтобы поздравили наших милых дам. С огромным удовольствием хочу выразить слова благодарности всем мужчинам и поздравить наших милых дам с этим замечательным весенним праздником. Зима накануне весеннего теплого женского праздника решила попрощаться с нами обильным снегопадом. Но этим прекрасным женщинам не важно, какая погода за окном. Их яркие наряды, искренние и радостные улыбки создают свою уютную, теплую и праздничную атмосферу. В таком окружении сразу веришь, что весна сейчас здесь, в этом зале. В честь праздника 8 марта мы, мужчины нашего коллектива, готовили концерт поздравить своих дам, коллег со знаменательным праздником 8 марта. Готовились мы, конечно, экспромтом. Руководитель у нас был Леня Житько, который свои силы все отдавал репетициям и готовил нас к концерту. Пользуясь моментом о том, что мне предоставили слово, хочу поздравить наших женщин, девушек, бабушек и мам с знаменательным праздником 8 марта. Пожелать им здоровья, счастья, всего-всего самого наилучшего и чтобы их внуки постоянно их радовали. Цветы, теплые слова, душевное поздравление – важное признание в строчках песен, исполнение, что называется, от сердца к сердцу. Несколько дней мужчины репетировали, чтобы порадовать, удивить, растрогать, а где-то даже и рассмешить прекрасную половину их дружного, активного, творческого коллектива.